всем привет друзья сегодня в нашем видео речь пойдет о так называемом джамп стартере это устройство для экстренного запуска двигателя при проблемах с аккумулятором например в морозы или когда аккумулятор разряжен или неисправен пришла посылка в обычном тонком пакете конечно сам кейс содержимым был плохо неплохо завернут но все же доблестная служба доставки mist express умудрилась проделать дырку и сломать одно крепление я написал об этом магазины будут реповать с него компенсацию а магазин свою очередь пусть думает продолжать и сотрудничать с такой конченной службой доставки даже укрпочта никогда так над посылками не издевалась покупал я его я за 41 доллар в магазине banggood и выбрал именно этот магазин так как магазине gearbest не было в наличии тех моделей которые меня заинтересовали или просто не доставлялись в нашу страну а в алиэкспресс высокий риск получить не то что ожидал или попасть на мошенников коих сейчас развелось огромное количество и рискнуть подвесить деньги на пару месяцев у меня желания не было у меня старые автомобили аккумулятор уже около 4 лет первые три года даже в лютые морозы я не испытывал проблем запуском двигателя но последний год я мало ежу работа недалеко и я стараюсь ходить пешком связи с этим шина простаивает по две-три недели недавно понадобилось вести ребенка в больницу и машина не завелась после этого случая я конечно зарядил аккумулятор насколько это помогло и помогло ли вообще мы увидим в конце видео но в любом случае если бы это устройство было под рукой решение возникшей тогда проблемы было бы более простым и так имеем следующий с передней стороны наклейка с перечислением возможностей стартера задняя инструкция по применению сверху имеем две защелки которыми скрепляются две стороны кейса одна из защелок сломана но кейс на удивление закрывается и одной внутри кейса одну стенку тоже пробили о чем я уже говорил ранее хорошо что внутренности находятся под поролонами проставками что скорее всего и спасло их комплектация следующая зарядная выдающая на выходе 15 вольт 1000 миллиампер зарядное устройство для автомобиля 9 переходников для возможности питать электричеством различные устройства вплоть до ноутбуков кабель питания на который подсоединяются вышеописанные переходники кабель короткий универсальный usb кабель для зарядки различных устройств есть micro usb usb lightning штекер для старых айфонов кабель с крокодилами для подключения устройства к аккумулятору само устройство визуально все выглядит довольно таки неплохого качества и придраться не к чему в устройстве имеем вот такую металлическую штуку в инструкции написано что это фонарь но я не совсем понял мне больше кажется что эта штука для возможности разбития стекла так как она металлическая а фонарь есть другой стороны также сверху есть компас а на торце есть прорезь где находится металлический нож довольно острый для возможности в экстренной ситуации перерезать ремень безопасности под заглушкой имеем один вход для зарядки устройства один выход для зарядки отдельных устройств через переходники 4 usb порта и кнопку включения рядом расположен экранчик с индикацией для проверки usb портов для видео я взял что попалось под рук именно usb фонарик все отлично работает все порты его заряжают на экране сразу появляется информация о зарядке при подключении питания на экране появляется надпись и что означает что зарядка устройства пошла еще мне очень понравился фонарь он имеет три диода центральный белый левый синий и правый красный долгим нажатием кнопки включения мы включаем фонарь белого цвета у него есть три режима обычный свет сос и стробоскоп двойным нажатием мы переключаем боковые диоды получаем еще три режима свечения если я правильно посчитал это обычный свет сос и стробоскоп горят очень ярко и в темное время суток видно вас будет очень далеко пошли пытаться завести нашу старушку в общем друзья автомобиль старенький аккумулятору года 4 наверное покупал его давно и три года отъездил вообще зимой никаких проблем у меня не было то есть заводилась пол . в этом году у меня получилось такое нужно было ехать с ребенком в больницу я езжу не каждый день сейчас там раз в неделю раз две недели от нелетная погода уже почти месяц стоит автомобиль пока снег лежит ну в принципе работа рядом хожу пешком стараюсь ходить пешком и понадобилось вести ребенка в больницу мы пришли пытались завести она не завелась просто вообще тишина была сейчас замки открываются хорошо то есть все в работа машина работает и я подозреваю что она заведется нормально я снял аккумулятор тогда долил в него воды и дистиллированной и зарядил его и в принципе аккумулятор отлично сейчас работает тут уже почти месяц простоял двери открылись без проблем поэтому я подозреваю что устройство это проверить мы не сможем потому что она скорее всего заведется сама самостоятельно он сейчас мы проверим вот и если не заведется то будем откапывать капот и заводить так первое что я делаю обычно я включаю ключ зажигания загорается лампочка зимой советуют еще на короткое время включить ближний свет просто включают зажигание загорается лампочка на масле допустим или там на аккумуляторе и все и никакого света не включаю жду несколько секунд немного играю педалью газа говорят что когда машина не заведена то есть бензин не поступает и педаль газа не работает то что бензин не поступает но это тоже я как бы у меня времени не было проверить и говорил такой человек что но основание ему верить все ровно столько же сколько оснований ему не верить поэтому я как бы привык ее что я вытягиваю подсос немного поиграл педалью газа и пробую заводиться давайте скорости перешли давайте пробовать не завелась пробуем еще не завелась но стартер крутит хорошо то есть скорее всего тут просто проблема с бензином наверное надо будет открыть капот то есть стартер крутит хорошо вот уже хватает действительно не хватало бензина все мы завелись так что ребята проверить проверить эту штуку не удалось в общем еще два месяца зимы самая жесткая зима у нас обычно феврале я думаю мы найдем кому можно прикурить или даже себя придется прикурить поэтому видос я выкладываю сейчас конечно лучше чтобы он не пригодился просто лежал у нас как запасной или зарядка powerbank но если вы при получится что кому-то помочь или себя придется заводить я обязательно до сниму видео отдельно и сниму отдельно как мы запускаем машину которая не заводится джамп стартером ну а пока так ставьте лайки подписывайтесь до новых встреч и удачных покупок спасибо спасибо